невероятная история компании starbucks началась с того что в 1981 году продавец посуды говард шульц заметил весьма странное явление как маленькая супер крохотная фирма из сиэтла делала необычайно крупные заказы на ручные кофеварки это было starbucks тогда это была сеть всего лишь из четырех магазинов однако никто в сша не закупал так много ручных кофеварок как они это не давало покоя говарду почему в сиэтле все любят именно эту кофейню а остальная сторона пользуется электрическими кофеварками и говард решил поеду-ка я погляжу на эту компанию чтобы узнать что же у них там происходит когда он приехал в сиэтл и подошел к двери starbucks то распахнулась и пьянящий аромат кофе затащил его внутрь говард оказался вместе похожим на храм почитания кофе за потертым деревянным прилавком стояли корзины с кофе со всего света суматры кении эфиопии и коста-рики при этом в америке в то время все думали что кофе не выращивается а появляется прямо из банки но в starbucks и продавали именно цельнозерновой кофе оказалось люди предпочитают ручные кофеварки потому что им нравится сам процесс приготовления и кофе в них не пригорает в отличие от электрических кофеварок когда парень за прилавком протянул говарду свежезаваренный кофе его пар и аромат казалось обволакивают все лицо добавлять сахар и молоко считалось смертным грехом говард сделал пробный глоток и от удивления его глаза широко раскрылись он был пленен необыкновенным вкусом это был самый крепкий кофе который он когда-либо пробовал в starbucks и жарили кофе до черна потому что нерушимо верили что темная обжарка выявляет всю полноту истинного вкуса кофе все что говард пил до этого стал оказаться помоями теперь он жаждал научиться готовить также и стал расспрашивать сотрудников компании о сортах и способах обжарки затем говард поехал на завод где обжаривали кофейные зерна чтобы встретиться с владельцами компании джеральдом болдвином и гордоном болкером там он снова почувствовал этот чудесный аромат жарящегося чернейшего кофе он был таким насыщенным что кружилась голова говарда раздирала любопытство почему эти двое решили посвятить всю свою жизнь кофейному делу на тот момент starbucks было уже 10 лет и никто из них даже и не помышлял о построении бизнес-империи они основали starbucks по одной единственной причине они просто любили кофе и хотели чтобы у сиэтла был доступ к лучшим сортам оказалось что в сша богатейшей стране на свете лидером западного рынка пили ужасный кофе большую часть потребляемого кофе был дешевый низший сорт робуста даже настоящий цельнозерновой кофе разбавляли дешевыми зернами в погоне за выгодой крупные кофейные бренды жертвовали вкусом ради конкуренции первый starbucks открылся в 1971 году с 30 сортами цельнозернового кофе это был просто магазин кофе в чашках тогда еще не продавали тогда и зародилась традиция общаться с покупателями и делиться знаниями о хорошем кофе общение сближало людей и запускала сарафанное радио поэтому клиентская база быстро росла для основателей starbucks главным было качество они были борцами за чистоту кофе никогда не желали понравиться массам а только горстки покупателей с тонким вкусом обычно производители предпочитают легкую обжарку поскольку это прибыльнее поскольку чем дольше жарко тем меньше вес но starbucks больше заботит не прибыль а вкус это и отличало их от всех остальных требуется время чтобы привить новый вкус но постепенно высокий стандарт качества вызывают у людей восхищение преданность и самое главное привязанность и в какой-то момент число клиентов переваливает все рамки воображения говард не мог не думать о starbucks и через год он бросил свою престижную работу с солидной зарплатой в 75 тысяч долларов ради этой крошечной компании из пяти кофеен многим это казалось безумием но говард думал не о том какой была starbucks а о том какой она могла бы стать он думал об экспансии в другие города почему бы и остальным жителям америки не испытать восторг от настоящего кофе говард попросил владельцев starbucks взять его в команду и сказал им вы обладатели настоящего сокровища стоит угостить любого человека из любого города и он сразу влюбиться в ваш кофе можно открыть сотни новых магазинов и разрастить starbucks на масштабы всей страны владельцы поколебались но все же дали согласие и немного акций говард сразу с головой погрузился в работу стоял за прилавком общался с персоналом дегустировал кофе и учился определять на вкус тончайшие особенности разных способов обжарки шло время и говард все больше и больше завоевывал доверие команды но самое интересное случилось чуть позже однажды говард гулял в италии и заглядывал в каждую кофейню чтобы посмотреть как у них там все устроено и то что он увидел поразило его говард увидел грациозно двигающегося бариста который одновременно разговаривал с посетителями перемалывал зерна и наливал кофе он заметил что бариста приветствует всех по имени а посетители наслаждались каждой минутой говард был заворожен ему открылась романтика итальянских кофейн с дружеской атмосферой в то время в италии насчитывалось примерно 200 тысяч кофейн они были на каждом углу в италии отвратительная инфраструктура но совершенно невероятная еда в пище итальянцы отличаются продуманностью каждой мелочи и берут только самое лучшее американцы воспринимают кофейню закусочной а для итальянцев это уютный дом для американцев бариста это простой неквалифицированный рабочий а в италии это уважаемый в округе человек увидев это говарда осенило вот чего не хватает старбакс это было как божественное озарение старбакс продает великолепный кофе но не предлагают его в чашках они предлагали кофе только в упаковках в одной из кофеин говард заказал неизвестный ему ранее напиток латте он думал что это будет просто кофе с молоком но оказалось это было нечто это необыкновенная гармония воздушного молока и эспрессо напиток без малейшего изъяна никто в америке не знал ничего подобного итальянцы превратили кофепитие в симфонию говард вернулся в сиэтл воодушевленный но для боссов он был всего лишь перевозбужденным директором по маркетингу боссы заявили что старбакс это магазин они ресторан продажа напитков в чашках разрушит целостность миссии кроме того в тот момент они были заняты покупкой их давнего конкурента сети кофеин пицц кофе nt она была выставлена на продажу для руководителей старбакс это был шанс чтобы расширить сеть своих магазинов идея выглядела для них более привлекательно нежели выстраивать сеть ресторанов но после дорогой покупки и расширения старбакс увязла в долгах большой кредит связывал руки тяжелая ноша лишала гибкости внимание руководителей рассеялось на два города им пришлось метаться между сан-франциско и сиэтлом эффективность команды снизилась а тут еще и говард лезет со своей идеей поэтому руководители вообще никак не хотели продавать кофе в чашках и отчаяние говарда усиливалась руководители еще долго сопротивлялись но в какой-то момент они наконец позволили ему открыть в центре сиэтла один эспрессо бар в тот день америка впервые попробовала кофе латте за сутки в кофейне побывало вдвое больше посетителей чем обычно в других их магазинах постепенно бизнес рос посетителей становилось все больше и больше и на улице стала создаваться очередь кофейня стала местом встреч где царила возбуждающая атмосфера однако руководители посчитали этот успех отвлекающим от основного направления они не хотели чтобы старбакс воспринимали как кофейню где быстро варят кофе они не хотели превращаться в рестораторов все на что они согласились поставить бар еще в одном-двух магазинах и не более того владельцы думали что старбаксу не нужно становиться больше чем она есть они сказали если посетителей станет много мы не сможем помнить их по именам так как помним сейчас прости говард но тебе придется смириться говард на несколько месяцев погрузился в депрессию парализованный неопределенностью у компании были финансовые проблемы но даже в этой сложной ситуации она отвергала уже проверенный прибыльный путь развития но говард не мог так просто взять и отказаться от своей грандиозной идеи эспрессо баров в итальянском стиле и он взял и ушел из старбакс чтобы основать свое собственное дело кофейни на многолюдных улицах он решил что его идея должна заинтересовать инвесторов но на это нужно было собрать 1 миллион 700 тысяч долларов говард с большой гордостью провел презентацию и бизнес-план на 50 кофеин для компании фаэма производителю кофеварок переполненный энтузиазмом говард говорил однажды люди будут говорить вместо чашка кофе чашка старбакс а на улицах будут стоять длинные очереди казалось предложение обернется стопроцентной удачей ведь фаэма торговала кофейными аппаратами и кто как не она должна лучше других быть заинтересованной в сбытии своего же товара однако фаэма отказалась сославшись на то что американцы не способны наслаждаться эспрессо также как итальянцы если хотите знать что чувствуют неудачники попробуйте найти деньги на новое дело перед вами будут закрывать двери к вам будут относиться с подозрением подорвут вашу веру в самого себя назовут сотни причин почему ваша идея отстой весь год говард был не просто неудачником они удачником из неудачников это был самый трудный период в его жизни говарда считали безумцем потому что никто не верил что американцы станут тратить на кофе полтора доллара на сбор средств уходило много энергии рабочий день тратился на просьбы денег беготню по встречам и совершенствование презентации говард обращался каждому в ком видел потенциального инвестора он испытывал чувство будто его всякий раз пинают когда он стучится в очередную дверь он наивно заводил разговор чуть ли не с каждым часто люди отказывали с высокой надменностью и говард ощущал себя нищим официантом бегающим туда-сюда чтобы угодить ради мизерных чаевых многие говорили что идея безумно и предлагали поискать нормальную работу а кто-то просто не перезванивал за весь год говард встретился с 240 двумя людьми из них 217 ответили нет трудно оставаться на подъеме постоянно слушая от всех что твоя идея отстой однако вопросы и возражения инвесторов повторялись поэтому презентация говарда постепенно совершенствовалась по иронии судьбы первым инвестором говарда стала сама starbucks джерри болдуин предложил 150 тысяч долларов хотя основатели starbucks не хотели заниматься идеей говарда но в самого говарда верили первым посторонним инвестором стал врач рон марголис рон отказался смотреть бизнес-план прервал перевозбужденного говарда и сразу сказал сколько тебе надо 100 тысяч достаточно рон проявлял симпатию говарду потому что уже был знаком с его профессионализмом рон знал что говарду можно доверять остальное его не волновало впоследствии его вложения подорожали до 10 миллионов долларов затем инвестор по имени гарольд горлик дал более 200 тысяч долларов это был самый большой чек из собранных на тот момент далее вложились три титана бизнес-лидеры сиэтла джек бираной а герман сарковский и сэм струн они как группа вложились на 750 тысяч долларов все те первые инвесторы которые поверили в говарда впоследствии были щедро вознаграждены и получили сток одному поначалу говард остерегался венчурных инвестиций поскольку слышал что некоторые венчурные инвесторы вмешиваются введение дел и в итоге все рушат своим недальновидным подходом плохие партнеры могут преследовать сиюминутные интересы в ущерб будущему компании думал говард но его страхи оказались напрасными вместо вмешательства говард получил кучу авторитетных и опытных советчиков 8 апреля восемьдесят первого года открылась первая кофейня ее назвали или журнелли что означало ежедневный говард с друзьями ходил собственную кофейню и поедал огромное количество еды и кофе чтобы потенциальные инвесторы видели насколько высоки показатели продаж говард воссоздал итальянскую обстановку играла исключительно итальянская опера бариста носили белые рубашки и бабочки сидячих мест не было вдоль стены на брусьях висели газеты итальянское меню и декор но оказалось что многое из этого не подошло сиэтлу людям надоело неугомонная оперная музыка галстуки и бабочки оказались непрактичными посетителям негде было присесть если они никуда не спешили некоторые названия в меню были непонятны говарду пришлось быстро исправлять все ошибки но в целом идея работала и через полгода количество клиентов в сутки выросла с 300 до 1000 кофейня опережала время и казалось настоящим сокровищем клиенты чувствовали себя особенными как члены закрытого клуба конкурентным преимуществом оказалась скорость однако ключ к успеху лежал в работниках говард заразил всех верой великие дела сотрудники были одержимы энтузиазмом и вместе с говардом готовы были работать сверх нормы команда во многом напоминала семью они часто ходили друг другу в гости есть пиццу через полгода говард открыл вторую кофейню третью кофейню открыли сразу в канаде дабы продемонстрировать инвесторам способность к масштабному росту все три кофейни быстро стали популярными объемы продаж росли тем временем владельцы starbucks джерри и гордон испытывали финансовые трудности и решили продать starbucks говарду шульцу в результате 18 августа восемьдесят седьмого года родилась современная starbucks кофейни или журнели переименовали после объединения starbucks стала одновременно и магазином и кофейней это было ее отличительной чертой это была кофейня нового типа больше чем магазин но еще и не ресторан starbucks ускоряла темпы развития в новые города каждый год открывалась больше кофеен чем предыдущий однако с ростом starbucks а прос и страх говарда потому что на глаза попадались очень хорошие маленькие кофейни конкуренты которые имели все шансы быстро разрастись и догнать starbucks если бы не инвестиции они стали бы реальной угрозой когда рост стал неизбежностью увеличилась дистанция транспортировок и поэтому встала угроза потери свежести кофе эту проблему решили вакуумные упаковки с односторонним клапаном который выпускал углерод но не впускал кислород и влагу эта хитрость помогла сохранить свежесть свеже обжаренного кофе вакуумные пакеты освободили от нужды тратить деньги на строительство дорогостоящих обжарочных заводов в других регионах страны и это помогло продолжить быструю экспансию люди пили свежайший кофе даже за тысячу миль от единственного завода однажды starbucks потеряла в 4 раза больше запланированной суммы акционеры думали что говард сбился с пути и не знает что делает но говард настоял что нужно продолжать терять деньги до тех пор пока они не сделают три вещи команду для масштабирования новый обжарочный завод мирового уровня и компьютерную систему чтобы контролировать сотни точек эти меры кажутся дорогими но своевременная подготовка позволяет в будущем сэкономить в несколько раз больше именно это позволяет быть готовым к неожиданным проблемам которые неизбежно возникают из-за быстрого роста и застают врасплох кажется что это очевидные вещи любой поступил бы также но оказывается крайне тяжело убедить в этом инвесторов которые любят сомневаться по любому малейшему поводу когда дело касается денег говард и предположить не мог насколько одинок человек управляющей компании очень немногие могли разделить его трудности отчаяния и тревоги говард испытывал острую нехватку друга профессионала человека с опытом управления быстрорастущей компании в розничной торговли который мог бы дать мудрый совет и в сиэтле был такой джефф бортман человек который жил и дышал торговлей он создал оптовый магазин costco wholesale и за 20 лет превратил компанию в сеть из 250 оптовых клубных магазинов с доходом в 19 миллиардов starbucks казалось крохотной на ее фоне говард познакомился с джеффом когда привлекал инвестиции и ему можно было доверять у джеффа было шестое чувство и он щедро делился с говардом советами позднее говард убедил джеффа стать членом совета директоров потому что остальным членом легче было поверить опыту и авторитету джеффа нежели догадкам говарда в период интенсивного роста говарду шульцу требовались новые инвестиции однако розничная торговля утратила былую привлекательность и теперь венчурные капиталисты отдавали предпочтение айти компаниям поэтому многие отказывали говарду но благодаря авторитету того самого джеффа бортмана удалось убедить инвестировать крейга фоули в то время возглавлявшего сити банк chancellor капитал менеджмент крейк вложился по низкой ставке но благодаря его авторитету и большой вложенной сумме в 4 с половиной миллиона это выглядело как жест доверия что привлекло внимание других инвесторов в результате в 1990 году удалось собрать рекордные 13 с половиной миллионов долларов в то время говард ни малейшего представления не имел о венчурном капитале спустя годы он пожалел осознав последствия преждевременного сбора капитала однако в отличие от айти бизнеса быстрый рост в оффлайн возможен только за счет расширения торговых точек что неизбежно требует постоянных финансовых инъекций на строительство на инвентарь на аренду поэтому у говарда шульца просто не было выбора иначе не было бы такого быстрого и гладкого роста экспансия ускорялась в девяносто втором году построили 50 кофеен в девяносто третьем 100 кофеен аналитики wall street были в восторге наблюдая показатели продаж starbucks первую очередь шла на те рынки где было больше почтовых заказчиков это высокообразованное состоятельные много путешествующие и интересующиеся культурой и искусством люди аудитория которая идеально подходила для экспансии но и конкуренты не дремали кофейный бизнес стал привлекать множество других игроков поэтому starbucks ускорялась покорять восточное побережье нью-йорк и бостон в бостоне starbucks предприняла неожиданный шаг вместо разжигания войны с местными конкурентами сетью the coffee connection состоявший из 25 кофеен starbucks купила их а вместе с ними и рецепт их нового напитка frappuccino это смесь капучино молочного коктейля и мороженого frappuccino был фантастически популярным и моментально стал хитом о нем говорили все обычно в жаркие дни кофейни пусты нос frappuccino кофейни starbucks стали приносить прибыль даже летом сейчас это один из самых успешных продуктов starbucks концу девяносто четвертого года starbucks совершила молниеносный бросок по многим городам сша расширение происходило без особых усилий открыть новую кофейню было также просто как налить чашку кофе был отлажен бесперебойный механизм роста так хорошо работавший что в итоге starbucks открывала по кофейни каждый день но в девяносто четвертом году компания снова столкнулась с проблемами в бразилии ударил сильный мороз и цена на кофе взлетела до небес при этом на бразилию приходится треть мирового запаса кофе акции starbucks полетели вниз предыдущий мороз восемьдесят шестом году продержал высокие цены на кофе в течение нескольких лет поэтому перед starbucks встала угроза серьезного кризиса к счастью компания имела 10-ти месячный запас зеленого кофе благодаря долгосрочным контрактам по фиксированной цене starbucks оказалась защищена потому что закупала кофе напрямую иначе им пришлось бы переплачивать втройне это и отличает starbucks от других бизнесов это не просто кофейня а еще и производитель импортер и оптовый продавец 4 в одном компания делает все самостоятельно начиная от обжарки и заканчивая дымящейся чашкой в собственном магазине крупные компании незамедлительно подняли цены на кофе в банках их запасы были скромными поэтому у них просто не было выбора а запасы starbucks позволили сохранить цены низкими starbucks умудрилась даже получать прибыль в период этого кризиса за счет внутренней оптимизации и сокращения издержек оказалось внутри компании есть множество слабых мест в контрактах затратах планирование и ресурсах возможно без кризиса starbucks никогда бы не заметила своих слабостей говарда шульца всегда поражала что по иронии судьбы компания лучше всего развивалась именно во время крупных неудач по мере роста сети starbucks посетители стали жаловаться что все кофейни одинаковые а единичные конкуренты наоборот поражали своим оригинальным декором и причудливым стилем для starbucks это было как ножом по сердцу как открывать 300 кофейн в год и при этом чтобы они не были похожи друг на друга как две капли воды starbucks начала много экспериментировать с дизайном и оказалось что для людей более важны диваны кресла и камины это создавало особую атмосферу в одной из кофейн на манхэттене поставили изодранные диваны и мягкие кресла купленные на гаражной распродаже и кофейня быстро стала популярной и превратилась после обеденный оазис и место встреч но оригинальный дизайн очень дорог а это плохо сочеталось со стратегией быстрого роста эту проблему помогла решить стандартизация дизайна а большое количество кофеен давало преимущество в закупках они определили минимальное количество элементов интерьера необходимое для одной кофейни и стали закупать по оптовым ценам в результате удалось сократить затраты и время на разработку одной кофейни с 24 недель до 18 освободившиеся ресурсы вложили в творчество чтобы стимулировать творчество говард шульц организовал секретную студию и нанял команду архитекторов художников и дизайнеров и поставил задачу создать модель кофейни будущего выйти за границы привычного и создать лиричный дизайн студия была секретной чтобы новый дизайн за счет неожиданности оказал более ощутимый эффект дизайнеры и художники изучали мифологию сирен идею третьего места кофейную культуру сорта фрески литературу и многое другое в результате дизайнеры ушли от сухости к романтике и добавили обстановку с эффектом ручной работы для этого взяли концепцию четырех стихий земля огонь вода и воздух и соотнесли их с четырьмя стадиями приготовления кофе взращивание обжарка варка и аромат в результате родились четыре типа дизайна которые разнообразили все кофейни старбакс был даже случай когда одна из компаний полностью скопировала интерьер кофейни старбакс все цвета логотипы даже брошюры каждый раз с открытием кофейни в новом городе кто-нибудь обязательно предсказывал неудачу никто не верил что экспресса станет таким популярным и что кофейни появится на перекрестках по всей америке тем не менее в каждом городе в первый день работы в кофейню выстраивалась очередь однако говард шульц хотя и был маркетологом но рекламу не давал в чем же тогда секрет секрет в том что реклама в лоб малоэффективно гораздо проще спровоцировать сарафанное радио когда люди сами о вас говорят для этого в каждом городе старбакс организовывала концерты с известными музыкантами приглашая влиятельных фигур города привлекая внимание авторитетных людей старбакс запускала себе сарафанное радио когда открыли первую кофейню в токио с первой минуты и до закрытия выстроилась очередь несмотря на то что в токио кофейни чуть ли не на каждом углу бренд старбакс обладал там той же силой что и все это ли у говарда шульца не было цели строить сильный бренд бренд стал следствием страстной команды старбакс вкладывала силы в сотрудников традиционный бизнес воюет за долю на рынке а старбакс создала новый рынок когда средний чек составляет три с половиной доллара очень тяжело заставить клиента вернуться однако в старбакс возвращаются в среднем 18 раз в месяц самые мощные бренды строятся душой и силой духа они рекламной компании обычно бренд строится на качественном продукте но в старбакс возвращаются не только ради кофе а ради людей и атмосферы когда вы попадаете в старбакс персонал прилагает все усилия чтобы вы чувствовали себя особенным приветствуют улыбкой считают умным называют по имени такое трудно забыть к сожалению сейчас всюду царит посредственность нас обслуживают люди которым до нас нет никакого дела их интересуют только наши деньги стоит взять слишком много воды для заварки и кофе получится невкусным если передержать кофейник кофе будет горелым обслуживающий персонал самый низкооплачиваемый хотя является лицом компании когда уходит старый сотрудник теряется связь с клиентами и они тоже уходят один неприятный момент и вы потеряли клиента навсегда но говард шульц изменил отношение к работе и снизил в текучку кадров в конце 80-х щедрость была не в моде социальный пакет был редкостью но старбакс вместо сокращения расходов на медицинское обслуживание напротив увеличила их казалось что это идея безумная члены совета директоров недоумевали ведь это огромные лишние траты но оказалось это было лучшее решение в истории фирмы в сетях быстрого питания текучка кадров обычно составляет от 150 до 400 процентов в год а в старбакс стало менее 65 снижение текучки существенно сократила расходы на найм и обучение потому что обучение сотрудника вдвое дороже чем социальный пакет какой бы не был изящный бизнес-план толку 0 если служащие не будут вкладывать душу в общее дело по этому поводу говард шульц удостоился даже встречи с президентом клинтоном в какой-то момент стало казаться что старбакс уже на каждом углу для потребителей чем больше компания тем больше кажется что она менее человечна крупные компании теряют индивидуальность а мелкие предприниматели наоборот воспринимаются как заботливые труженики в голове общества лежит установка что большой значит плохой говард шульц сломал этот стереотип он раздал фондовые опционы более 700 сотрудникам в девяносто первом году один опцион составлял 12 процентов от годовой зарплаты позже эти сотрудники смогли продать их и позволить себе дорогие автомобили и загородные дома такая политика противоречит общепринятой в деловом мире обычно компании ориентированы на выгоду и считают своих сотрудников расходным материалом однако владея акциями сотрудник чувствуется причастность и относится к работе с такой же ответственностью как и глава компании обычно акции раздают войти компаниях ведущим программистом но в истории торговли такого не было еще никогда у сотрудников стали появляться новаторские идеи по увеличению продаж по новым продуктам и сокращению затрат раздача опционов поменяла отношения сотрудников одним из таких сотрудников был говард байер он часто повышал голос на совещаниях он ни к чему не оставался равнодушным был искренним и смущал всех своей прямотой что у него на уме то и на языке обычно люди сдержаны стараясь не обидеть ходят вокруг да около но говард байер открыто спорил с кем угодно и когда угодно на совещаниях на заводе в коридоре он говорил почему слово люди аж на третьей странице почему бы не дать клиентам все что они хотят почему заведующие кофейнями боятся высказывать свое мнение говард байер четко формулировал свои мысли и добивался искренности от других однажды он сказал что нужно каждой кофейне открываться на 10 минут раньше и закрываться на 10 минут позже чтобы превзойти ожидания клиентов тем самым взбесив директоров кофейн до предела но его цель была в другом таким дерзким заявлением он шокировал собеседников тем самым оживляя и располагая к откровенной беседе иначе без искренности и открытости не родится новая идея он намеренно провоцировал конфликт чтобы заставить других взглянуть на вещи шире говард байер заставил многих расстаться со своими догмами и пересмотреть многие ценности однажды байер заметил интересную вещь многие посетители хотели обезжиренное молоко но в старбаксе его не предлагали байер прибежал к говарду шульцу и дерзко заявил вы читаете отзывы посетителей конечно почему же тогда не реагируете не реагирую на что посмотрите сколько людей хотят молоко обезжиренное ну я проводил дегустацию это просто невкусно на чей вкус сказал байер выходя из себя обезжиренное молоко в старбакс на тот момент приравнивалась государственной измене проблема жирного молока вызвала один из самых горячих споров в истории компании говард байер был против всех все были против него он настаивал чтобы шульц хотя бы попробовал но все было тщетно если вы растите компанию как растите ребенка вам трудно избавиться от инстинктивного желания заботиться о каждой мелочи но в какой-то момент шульц осознал что затыкать уши значит лишать компанию великолепных возможностей и в итоге сейчас половина объема продаж того самого латте с обезжиренным молоком говард байер попал в самое сердце клиента подвергать сомнению общепринятое мнение ни с чем не сравнимое удовольствие достигать результата вопреки общепринятому мнению удовольствие вдвойне ошибка многих предпринимателей ставить в руководители верных и преданных людей но у них нет нужных навыков преданные помощники поддакивают по любому поводу потакая вашему самолюбию а сильные люди стимулируют к росту если человек способен собрать команду вдохновить и подключить на одну волну вместе они смогут творить чудеса таким же образом родилась идея составить собственный сборник джазовых хитов и продавать их на эксклюзивном диске многим посетителям нравилась музыка которая играла в кофейнях и они оставляли сотни просьб чтобы им ее продавали поскольку у многих людей нет времени самому искать и собирать хорошую музыку и хотя обычно в кофейнях не продают диски на деле количество продаж трехкратно превзошло ожидание и составила 75 тысяч дисков через несколько недель ральф саймон вице-президент капитал рекорд сказал что если бы продажи пластинки отслеживались как обычные альбомы она попала бы в первую десятку джазовых чартов billboard мощь бренда starbucks и дух компании нельзя пощупать руками и конвертировать в цифры однако передай пио публичным размещением акций важно адекватная оценка стоимости компании и хотя крупные инвестиционные банки были впечатлены экономикой и эффективностью starbucks тем не менее для них starbucks была очередным непримечательным вариантом из длинного списка потенциальных айпио они оценивали только числа и не принимали во внимание ценности компании банкирам неведомо как тяжело из года в год выстраивать ценности банкиры это люди из другого мира им плевать как starbucks относится к сотрудникам для них важна только финансовая выгода лучшими сферами для капиталовложений считались биотехнологии и волоконная оптика а кофейни казались невзрачными банкиры не верили что starbucks способна удержать высокие темпы роста поэтому говард шульц очень долго искал того кто понимал бы что starbucks не какой-то там очередной ресторан для этого ему пришлось провести конкурс среди семи инвестиционных банков чтобы определить тот который поймет о чем идет речь 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 шла об амбициозной компании которая рискует пошатнуть отношения американцев кофе и 26 июня 1996 года starbucks вышла на фондовый рынок со стартовой ценой 17 долларов за акцию цены большинства компаний новичков сразу же после размещения падают но как только начались торги starbucks ее акции взлетели до 20 долларов за штуку вопреки предсказаниям аналитиков уолл-стрит цена акции оставалась высокой и за три месяца достигла 33 доллара в результате айпио удалось собрать гораздо больше чем ожидали 420 миллионов долларов starbucks попала высшую лигу стоимость акций starbucks всегда превышала ее прибыль на радость скептикам поэтому спекулянты любили играть на понижение но всегда проигрывали почему люди готовы стоять длинные очереди ради какого-то стаканчика на первый взгляд кажется что просто ради кофе однако все намного глубже starbucks создала третий мир это уютный уголок между работой и домом в котором люди улетают от повседневных забот экзотические сорта кофе и напитки роскошь которая по карману любому клиенты готовы выбрать длинный путь лишь бы по пути зайти и выпить утренний кофе некоторые конкуренты открыто заявляют что ждут когда starbucks придет в их локацию потому что когда люди знают что есть место где можно посидеть они тянутся туда в итоге выигрывают обе стороны зайти в starbucks то же самое что ненадолго убежать от суеты это глоток свежего воздуха люди приходят сюда не ради кофе а ради атмосферы и общения это не просто кофе и даже не кофе для гурманов это феномен стиля жизни пока